С вами Зинаида Лукьянова. Приветствую вас в третьем уроке нашего мини-курса. Итак, пришло время уже поближе познакомиться с программой. В этом уроке мы загрузим бесплатную триал-версию программы ProShow Producer, установим ее на компьютер, а также установим русификатор и начнем плодотворно работать в программе. Итак, давайте приступим к установке триал-версии программы ProShow Producer. На официальном сайте нажимаем на кнопку «Попробовать», находим продукт ProShow Producer и нажимаем на кнопку «Загрузить бесплатную триал-версию». появляется окошко загрузки. Вот версия программы, которую мы будем сейчас скачивать. Когда вы будете смотреть этот урок, возможно, версия уже изменится. Запомните этот номер. Этот номер пригодится вам во время установки и скачивания русификатора. И вот заветная кнопочка «Загрузить». Пока нажмите паузу на моем уроке и загрузите триал-версию. Потом я расскажу, где можно взять качественный русификатор. Начинайте загрузку, но пока не запускайте саму программу. Итак, я надеюсь, вы успешно загрузили программу ProShow Producer на ваш компьютер. Если знаете, что вам будет некомфортно работать в английском интерфейсе, то предлагаю вам загрузить и русификатор. Русификатор вы можете загрузить со следующего сайта. Это форум энтузиастов по программе ProShow Producer. Очень хороший форум. Здесь огромное количество полезной информации. Итак, где же здесь найти русификатор? Заходим во вкладочку «Специальные разделы. Новости и объявления». Открываем раздел, и первое объявление – это русификация ProShow Producer и проблемы русификации. Но надеюсь, проблем у вас не возникнет, потому что вы внимательно прочитаете все, что написано в этой теме, и выберите версию для русификации, ту, которая соответствует той программе, которую мы скачали с официального сайта. Вот те версии русификатора, которые здесь выложены. Выбираете версию, соответствующую своей программе, и загружаете ее так, как здесь описано. После того, как русификатор у вас установлен, мы можем в первый раз запустить программу ProShow Producer. Итак, программа на вашем компьютере, программа русифицированная, будет выглядеть следующим образом. Запускаем программу. И когда вы запустите программу, то первый, кто вас встретит – это мастер создания презентаций. Это автоматическое создание презентаций. Очень похоже на сервис ProShow Web, который мы уже с вами рассматривали. Оно, без сомнения, очень удобно для начинающих. Давайте попробуем, не изучая все функции и инструменты программы, создать презентацию уже сейчас. Итак, выбираем мастер создания презентаций, соглашаемся на его приглашение, нажимаем кнопочку «Создать», добавляем на первом шаге фотографии, «Создать». Вот у меня папка с готовыми фотографиями. Я открываю их в мастере создания презентаций. Добавляется содержимое моей папки. Здесь вы можете, опять же, какие-то фотографии удалить, перемешать все эти изображения, какие-то изображения повернуть, если это необходимо, и так далее. Вот мы с вами произвели некоторые изменения. Нажимаем на кнопочку «Далее» и далее выбираем музыку. Музыку я возьму «Lady in Red», «Крис де Бург». Так, открываем. Итак, вот добавилась музыкальная композиция. Переходим далее. Здесь мы выбираем тему для нашей презентации. Здесь все зависит от вашего вкуса, от ваших целей. Я выбрала тему «Celebration» – «Праздник». Переходим далее. Здесь можно ввести название презентации. Назовем так же, как и музыкальная композиция «Lady in Red». Далее уровень динамичности можете сместить на умеренный или на высокий, и, как вам необходимо, соотношение сторон оставляем широкий. И нажимаем на кнопочку «Создать». Начинается создание нашей презентации. Обратите внимание, что наша презентация создается уже в программе, и мы можем видеть, как появляется каждый отдельный слайд. И делается это совершенно без нашего участия. Мы просто указали фотографии, мы указали музыкальную композицию и смотрим, как работает программа. Вот так на первых парах вы можете быстро создавать презентации для своих родных и близких. Итак, презентация готова, давайте посмотрим. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Итак, если вы довольны результатом, нажимаем на кнопочку «Далее». Если хотите попробовать создать эту презентацию еще раз, то нажимаем на кнопочку «Повторить». Мы довольны, нажимаем «Далее». Далее вам предлагается сохранить вашу презентацию. Конечно же, нужно это сделать. Далее вам предлагается опубликовать вашу презентацию на DVD-диск. И вам предлагается узнать о том, как настроить вашу презентацию. Но о том, как настроить, я вам расскажу обязательно. Давайте пока нажмем «Готово». Итак, посмотрите, вот вся ваша презентация. Она разбита по слайдам. Каждая фотография приняла на себя какой-то стиль, какой-то эффект. И все это без вашего участия. Итак, давайте первым делом мы сохраним нашу презентацию. Перейдем в файл «Сохранить как» и дадим название нашей презентации. А оно уже есть, потому что мы его уже давали. Просто нажмем тогда на кнопочку «Сохранить». Обязательно сделайте это, чтобы труды, которые получились благодаря мастеру создания презентации, не пропали даром. Как вы уже поняли, мастер создания презентации – это великолепное дополнение в программе. Это уверенный старт для новичков. Но скажу вам по секрету, что и опытные пользователи частенько используют эту функцию, потому что мастер создания презентаций позволяет сделать уже 70% работы над слайд-шоу. А потом опытные пользователи начинают подстраивать слайд-шоу под свой вкус, под свои задачи. Они начинают корректировать стили, менять слайды, переходы и так далее. То есть подстраивают уже презентацию под свое личное усмотрение. Поэтому берите на заметку эту автоматическую функцию и используйте ее по полной программе. А сейчас создайте слайд-шоу самостоятельно с помощью мастера создания презентаций. Выберите фотографии, найдите подходящую музыку, выберите тему для слайд-шоу, создайте презентацию, обязательно ее сохраните, и мы продолжим работать с этой презентацией на следующем уроке. На следующем уроке мы будем записывать эту презентацию на DVD-диск, чтобы вы могли показать ваше творение другим людям уже в самом доступном формате по телевизору. Жду вас на следующем уроке с пустым DVD-диском. До скорых встреч!